Сегодня у православных христиан Великий Четверг. Праздник посвящен воспоминанию событий Тайной Вечери, когда Иисус в последний раз делил трапезу с апостолами. Сегодня верующие наводят порядок в доме, пекут куличи и красят пасхальные яйца к празднику Христового Воскресения. И, конечно же, посещают храмы. На утренней службе Великий Четверг вспоминают Тайную Вечерю, омовении Христом ног ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды. По традиции в этот день каждый верующий человек обязан причаститься, расстаться со всеми своими страхами, проблемами и грешными помыслами. Страстная неделя – это те дни, братья и сестры, когда Бог нуждается в том, чтобы мы были рядом. Это очень важно понимать. И потому сегодня мы стоим в храме в чисто четверг, ожидая, чтобы принять святую причасть, исполнить заповедь Христа, принять его, делая кровь, в которую он идет, отдать за наши грехи. Вера в Бога, она как любовь, она оживает в действиях, в поступках, в делах. Совершая обряд причастия, верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под этим плоть и кровь Иисуса. Каждую субботу исповедалась, причащалась, как будто снова нарождаешься. В этот пост я только не ела мясо и яйца, а молочное, конечно, и рыбу я употребляла, но батюшка меня благословил. Все-таки по такому возрасту тоже и здоровье, а так придерживаюсь. Молюсь больше, читаю все священные книги. Приходя в храм, получаешь вдохновение, получаешь облегчение, очищение прежде всего. Вот сегодня праздник, честный четверг. Конечно, все к нему готовились. Мы говели, читали каноны, кондаки, читали литературу православную. Завтра, в Страстную Пятницу, Церковь будет вспоминать страдания и крестную смерть Спасителя. Есть благочестивая традиция в Великую Пятницу вообще не вкушать никакой еды. Я бы сравнил так. Если мы переживаем потерю нашего близкого, родного человека, степень любви к Богу выражается в том, насколько мы можем сострадать Ему в Его страданиях. Суббота – последний день Великого Поста. Иисус еще лежит во гробе. Еще не настало воскресение Христова, но уже все вокруг наполнено предпасхальной радостью. В этот день принято раздавать милостыню, просить прощения у близких и мириться со всеми, с кем в ссоре. Освящение продуктов для пасхального стола начнется сразу после утренней литургии в полдень. А вот ночью, с Великой Субботы на воскресный день, на Пасху, конечно же, христиане приходят, чтобы встретить славное воскресение Христа. Событие, которое, по сути, стало самым важным в истории человечества. Христос победил смерть. Впервые смерть отступила. И христиане, верующие во Христа, принимающие Его воскресшую плоть и кровь, тоже воскреснут в жизнь вечную, как воскрес Христос. В этом есть суть нашей веры. Священнослужители призывают Христово воскресение встретить дома, в кругу родных и близких, за праздничным столом. Укоренилась неверная традиция в воскресный день на Пасху ехать на кладбище. Она в корне неверная, потому что в этот день мы радуемся победе жизни над смертью, мы радуемся воскресенью. И очень неправильно, нелогично в этот день быть на кладбище. Для этого церковь предлагает следующее воскресенье – Красную Бору. Ольга Шалыгина, Денис Остапенко, 9 канал.